Всем привет, это программа в теме и с вами я, Анастасия Жукова. Сегодня Алексей Дюмин впервые встретился с общественностью региона. Представители разных конфессий, депутаты, чиновники, руководители тульских предприятий, все слетелись послушать, что же интересного расскажет губернатор. Довольно неожиданным было появление рядом с Алексеем Дюмином депутата облдума и ректора ТУЛГУ Михаила Грязева. Ну, во-первых, этот человек пускай и из уважаемой семьи, но с личной репутацией у него как-то не заладилось. Тут и история с сауной в одном из корпусов университета и госзакупки, которые ТУЛГУ проводил через подставные фирмы своих же сотрудников. Скорее всего, здесь сыграли главную роль связи, репутация отца гениального конструктора Василия Грязева и тот факт, что сам Михаил Грязев стоит у руля ТУЛГУ университета, занимающегося подготовкой технарей. Кстати, Грязев был еще и модератором встречи с общественностью. Ну да ладно, перейдем к содержательной части сегодняшней встречи. Через 59 дней на посту главы региона Дюмин всем презентовал основные направления развития нашего региона. В первую очередь хотят решить проблемы ветхого жилья, повысить качество медицинского обслуживания, лучше ремонтировать дороги и таки увеличить количество рабочих мест в Тульской области. Среди основных приоритетов образование. Теперь оно должно быть направлено на промышленность. К 2021 году тульские предприятия должны создать 26 тысяч рабочих мест. Толчком к развитию станет создание особой экономической зоны. Кстати, о ее создании говорят долго и мучительно, но пока что до реализации дела так и не дошло. Кстати, не о вашей стороне и тульский спорт. В Рио губернатора в частности отметил, что олимпийских игр нам не видать, но мы все-таки будем стараться и стремиться. А еще предстоит сделать так, чтобы тульский музей оружия получил международное признание. Не обошлось и без провокационного вопроса. Так у Дюмина поинтересовались, является ли данная программа развития региона предвыборной. Однако, по словам Дюмина, дело здесь глубоко не в выборах. Нам просто необходимо немедленно начать пахать, развивая Тульскую область.